Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность без осадков. Днем воздух погреется до 3 градусов, ветер юго-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Во дворце Румянцевых и Паскевичей продолжается выставка работ воспитанников студии «Вдохновение». Она работает при областном дворце творчества детей и молодежи под руководством гомельской художницы Анжелики Шабалтас. Посетители выставки «Ван Гог», «Импрессионисты» и другие ждут работы, выполненные в сложной технике и с мастерством без скидок на возраст. Студийцы обратились к шедеврам мирового искусства конца 19-го, начала 20-го столетия и внесли новые оттенки в известные темы и сюжеты. В стенах Центральной городской библиотеки имени Герцена открыта экспозиция «Город, восставший из руин». Это выставка фотографий послевоенного гомеля. Посетители библиотеки могут познакомиться с видами гомеля, сделанными в 50-е годы. На выставке представлена часть работ из фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александра Веснина. Часть работ принадлежит коллекционеру Игорю Штермеру. На выставке интересно увидеть не только изменения послевоенного города, но и сравнить его с нынешним обликом. Сделать это можно до 5 февраля. Вход свободный. На следующей неделе в Музее истории города Гомеля будет открыта выставка под названием «По странам и континентам». На ней будут представлены работы участников секции «Фото-тревел-клаб» Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане смогут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят на фото такие страны, как Исландия, Индия, Италия, Монголия и многие другие. В Музее автографа продолжает работу художественная выставка под названием «Воспоминания о лете». На ней графика Дарьи Чубрик и роспись по ткани Александры Звягиной. Вниманию посетителей библиотеки имени Герцена художницы представили работы, на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи. Желающих познакомиться с воспоминаниями о лете ждут в Музее автографа до 26 февраля. Вход свободный. В картинной галерее Ващенко открылась выставка работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович. Автор выставочного проекта «Аберрации света» – один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создаёт объёмные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. В Колледже искусств имени Соколовского к проведению готовится первый открытый областной конкурс исполнителей на струнных народных инструментах «Арт Старт». Учащимся детских школ искусств и колледжа искусств предстоит показать своё музыкальное мастерство в пяти номинациях. Открытие конкурса состоится уже сегодня. Сегодня же пройдут и прослушивания солистов, а завтра запланированы прослушивания ансамблей «Малых форм» и награждения победителей, а также выступления лауреатов. Ну а тем временем гомельчан приглашают окунуться в атмосферу праздника Рождества на фестивале «Рождественские колыбельные». На сцену выйдут профессиональные вокалисты и самодеятельные артисты. Они исполнят популярные произведения классической музыки, а также малоизвестные и авторские композиции. Зрители этого ежегодного мероприятия всегда стараются удивить. К примеру, на фестивале уже звучали колыбельные на разных языках в стиле рэп и на языке жестов. Что же подготовлено в этот раз? Приходите сегодня в библиотеку имени Герцена и все узнаете сами. Начало в 18.00. Гомельских любителей музыки ждет новая программа под названием «Вальсы, танго и фокстрот». Это программа камерного оркестра с участием солистки Елены Гостинской и заслуженного любительского ансамбля танца «Апельсин плюс». Музыканты камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова передадут разнообразие форм и жанров, тонкость эмоциональных нюансов. Зрители услышат музыку, которая не теряет своей яркости и актуальности. Музыкальные пьесы будут украшены танцевальными миниатюрами в ритмах вальса, танго и фокстрота. 24 января в городском центре культуры гомельчан ждет богатая и разнообразная программа. Начало в 18.30. Не пропустите. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов, а появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В день влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем и увидеть прекрасную программу можно 14 февраля на сцене Городского центра культуры. К следующим новостям. В «Гомеле» состоится презентация книг, удостоенных в прошлом году премии областного литературного конкурса имени Кирилла Туровского. Также пройдет чествование их авторов. Конкурс имени Кирилла Туровского в Гомельской области проводится с 2007 года. Его цель – создание писателями региона высокохудожественных произведений, повышение статуса писателя в обществе и не только. Мероприятие запланировано на 23 января. Его проведут в библиотеке имени Ленина. Музей экспериментальных наук продолжает работу в стенах Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Гости могут найти приборы и устройства, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты выставки не только можно, но и нужно трогать руками. Только так получится открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост до Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Этот проект также помогает узнать, как работают законы физики, познакомит с принципами действия технических устройств и не только. Незабываемые впечатления гарантированы, так что приходите и экспериментируйте. Жители Беларуси выбирают одного из трех претендентов до звания птицы 2021 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация Ахова Птушек Батьковшины. Птицу года выберут 8 февраля из трех кандидатов. Это обыкновенная горлица и тростниковая овсянка. А третьего определят по результатам голосования, которое продлится до 1 февраля. Третьим кандидатом могут стать серая мухоловка, обыкновенный козадой и береговая ласточка. Желающие могут предложить и свой вариант. Однако те виды, которые уже получали звание птицы года, не могут стать номинантами. Напоминаем, что птицей 2020 года в Беларуси является глухарь. 18 и 19 января в Беларуси будет проходить акция Птушки для кормушки. Ее цель – напомнить о необходимости подкармливать птиц в холодный период. Для участия в акции понадобится посчитать количество и виды птиц на своей кормушке за час. Затем данные нужно прислать в организацию Ахова Птушек Батьковшины. Сделать это можно, заполнив специальную форму на сайте или прислать сообщения в социальных сетях. Также можно разместить фотографии кормушки на своих личных страницах. Авторов самых интересных снимков ждут сувениры. Среди участников разыгрывают 10 значков с птицами, которые чаще всего навещают кормушки. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговорно-актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, желаю вам отличного настроения. Пусть этот день будет полон улыбок и взаимопонимания. Субтитры сделал DimaTorzok